Не часто можно встретить истории, когда нарушается наглым образом не только закон, но и полностью выставляется бессильным даже сам глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрык. Именно про такую историю мы рассказывали ранее, как в борьбе за наследство погибшего бизнесмена Васильева, пытаясь выселить из квартиры несовершеннолетних детей, мошенники нарушают один закон за другим, а следствие закрывает на это глаза. Вымогательство сотрудникам полиции денежных средств, которые, соответственно, утверждал, что может принять решение. Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Заказать 3 миллиона евро в обменнике, не помню в каком. Вы увидите, что это не его подпись, и я подозреваю, откуда взялась это не его подпись. Почему сотрудники полиции не запросили биллинги, как это сделали сотрудники АСБ? Было записано видеообращение к Александру Ивановичу, да. Проверку по данному поводу должен проводить следственный комитет. А нам все равно, с кого брать, либо вы дайте, либо мы возьмемся злодеев. На текущий момент череда странных решений судей дает основания считать о заинтересованности представителей закона в решении ситуации с наследством определенным образом, а не по закону. В мае 2014 года наш отец Васильев Артем Викторович погиб по авиакатастрофе в Ленинградской области. В июле 2016 года никому неизвестный и не имевший отношения к нашему отцу, некий господин Андреев, обратился с иском в Выборгский районный суд Петербурга. Якобы Андреев зачем-то одолжил 3 миллиона евро нашему отцу незадолго до его гибели и попросил взыскать с нас, как с наследников, эту сумму займа с процентами. Нам пришлось обращаться в органы ФСБ с заявлением о вымогательстве взяткой сотрудникам полиции, который требовал денег для себя лично. Апелляция куплена. Любыми средствами звони своему адвокату, пускай она хоть имитирует сердечный пристав, но любые адвокатские изыски пускают в ход, отлагайтесь, потому что завтра будет снесено решение района и вынесено новое, я это достоверно знаю. Что и правда, слушаний практически не было. За 5 минут было вынесено новое решение и все. Всего было 6 наследников после смерти отца, среди них я, мой малолетний брат, моя бабушка, это мать моего отца и, соответственно, еще трое детей, которые были, получается, вне брака и я их никогда в жизни не видел. Реальных же наследников, в том числе малолетнего ребенка, активно пытаются выселить из квартиры, отключая в квартире подачу ресурсов через управляющую компанию. Уважаемый Александр Иванович, хочу обратиться лично к вам, как к председателю Следственного комитета. Я и мой 11-летний брат можем в ближайшее время остаться без единственного жилья. Мне приходится опасаться за свое здоровье, а также жизнь и здоровье моего владшего брата, поскольку, как я понимаю, господин Андреев нанял группу лиц, которым поручил захват недвижимости, принадлежавший ранее моему отцу. Продолжится ли нарушение законов, будет известно уже совсем скоро. Очередная дата рассмотрения апелляционной жалобы назначена на 7 июня 2023 года. Редакция «Момента истины» планирует присутствовать на заседании, поскольку эти события давно находятся в зоне нашего внимания.